Всем привет! Сегодня мы проводим завершающее обсуждение книжки Пикока, которую мы обсуждали, Be in Noam, и еще дополнительно обсуждаем статью Пола Бенцерафа «Математическая истина». Вот это вот заключительный фрагмент книжки Пикока, это буквально там две странички, в которых он очень кратко подводит итог всему, что он писал в своей книге. Он там напоминает, что вообще для проблемы интеграции, проблема интеграции состоит в том, чтобы согласовать метафизику и эпистемологию, есть три разных способа решения. Во-первых, можно пересмотреть метафизику так, чтобы она согласовывалась с эпистемологией. Можно пересмотреть эпистемологию, чтобы она согласовывалась с метафизикой. Или можно пересмотреть отношения между метафизикой и эпистемологией. И на протяжении книги Пикок развивал разные варианты подходов к разным проблемам. Ну, в частности, когда он рассматривал модальности в главе про необходимость, он предложил пересмотреть метафизику. Когда он рассматривал утверждения о прошлом, он предложил пересмотреть эпистемологию. В главах, которые посвящены знанию ментальных состояний, он предложил пересмотреть отношения между метафизикой и эпистемологией. То есть разные способы решения проблемы интеграции в зависимости от какой-то предметной области, в которой мы эти способы решения применяем. Но есть некоторые общие принципы, которые в заключении Пикок формулируют. Эти общие принципы, они, как он считает, помогут решить проблему интеграции и в других областях философии. Во-первых, он говорит о том, что объективность может быть возможна и без какой-то экзотической метафизики. В частности, он приводит конкретно необходимость и знание о себе. Он говорит о том, что мы можем объяснить необходимость, то есть новую метафизику необходимости построить без льюисовских возможных миров. То есть без возможных миров, которые существуют точно так же, как актуальный мир. То есть они вполне себе такие же, как наш мир, просто они настолько далеко, что наши миры никак не взаимодействуют. Это очень экзотическая метафизика, очень странная льюисовская метафизика возможных миров. Но вот Пикок говорит о том, что так или иначе мы можем от этого отойти и в объективности мы не потеряем. Что касается знания о себе, Пикок утверждает, что мы вполне можем обойтись без каких-либо трансцендентальных субъектов, как это в некоторых традициях философии предполагается, для того, чтобы объяснить знание о себе. Кроме того, есть некоторые трюизмы. И эти трюизмы, они предполагают, что у нас есть некоторое естественное схватывание понятий. Так вот, это естественное схватывание понятий, эти трюизмы или какие-то естественные интуиции относительно некоторой предметной области, они могут в себе содержать скрытые метафизику и эпистемологию. Здесь тоже Пикок приводит пример конкретный, это утверждение о прошлом. Он говорит, что допустим, вот у нас есть такое объяснение истинности утверждения о прошлом, которое с интуитивной точки зрения вполне себе понятно и вполне себе обосновано. Оно состоит в том, чтобы свести истинность утверждения, например, «вчера шел дождь» к тому, что «вчера обладала тем же свойством, которым должно обладать сегодня», чтобы «сегодня идет дождь» была истиной. То есть мы говорим о том, что свойства, они вот сохраняются во времени, и если «вчера» и «сегодня» обладают одним свойством, то тогда получается, что утверждения о «вчера» и «сегодня» будут истинными. Если «сегодня», например, утверждение о «дождя истина», то и поскольку «вчера» тоже тем же свойством обладало, то и утверждение «вчера» тоже будет о том, что «вчера шел дождь», тоже будет истинным. Вот, но, говорит Пикок, такая точка зрения, она предполагает позицию, исключающую верификационизм и конструктивизм относительно прошлого. То есть мы уже не можем говорить о, ну, то есть выбирать метафизику верификационизма, например, в силу того, что прошлое для нас просто-напросто сейчас недоступно. У нас нет уже никаких чувственных данных, например, относительно того, что вчера шел дождь. И, соответственно, мы, если мы истинность утверждения прошлого объясняем таким образом, то это будет накладывать ограничения на то, какую метафизическую точку зрения мы можем занять. То есть Пикок говорит о том, что необходимо учитывать следствия таких естественных точек зрения, то есть таких интуиций. И, конечно же, вот эта интуиция, она может использоваться в качестве своего рода критерия правильности. То есть мы предлагаем некоторое решение проблемы интеграции, основываясь и включая в это объяснение, в наше объяснение некоторые естественные трюизмы вот эти вот. Ну и следствия из этого нашего решения, они тоже должны согласовываться с интуицией. То есть, в конце концов, мы за рамки интуиции не должны выходить, по мнению Пикока, и противоречить интуиции это будет не очень хорошо. Вот. Дальше. Еще один вывод, который Пикок делает, состоит в том, что если у нас есть вот некоторые бикондиционалы, вот эти вот эквивалентности какие-то, и они утверждают, что при определенных обстоятельствах агент прав в своих суждениях о предмете, то из них, ну, например, там, что агент прав относительно того, что вчера шел дождь истинно, тогда и только тогда, когда вчера обладал тем же самым свойством, что и сегодня, для того, чтобы сегодня шел, идет дождь, было истинно, вот что-то в этом, какой-нибудь такой бикондиционал. Вот. Пикок говорит, что у нас есть некоторая склонность иногда заключать о том, что субъективные какие-то состояния убеждения, вот эти вот состояния убеждения агента, они могут повлиять на то, что есть на самом деле. Ну, это, вероятно, можно было бы объяснить тем, что, что собой представляют бикондиционалы. Это просто конъюнкция двух импликаций, да, то есть у нас получается, что одна из импликаций говорит, что если агент прав в своем суждении, то и там у нас, значит, получается что-то относительно, ну, например, свойств прошлого, да, и настоящего. Вот. Ну, и из этого мы могли бы сделать вывод о том, что суждения агента, они влияют на наличие каких-то свойств прошлого, настоящего, да, и вот, в общем, как-то определяют окружающий мир. Ну, Пикок говорит, что не следует такие выводы делать, даже в случае, когда бикондиционалы являются необходимыми, априорными, и даже когда для правоты агента не требуется какое-то каузальное объяснение. Вот. И пример, который он здесь приводит, это необходимость. Когда Пикок развивал свою концепцию необходимости, решая проблему интеграции для модальности, он предлагал такое понятие, как неявное знание. Некоторое неявное знание или имплицитное знание, вот это вот неявное знание агента принципов возможностей, то есть принципов, которые определяют, что возможно, и вообще помогают нам объяснить понятие возможностей. Вот. Вот это вот неявное знание, оно, конечно же, позволяет агенту быть по большому счету правым, ну, не всегда, да, но вот эти вот ошибки, когда агент относительно необходимости, например, совершает, они определяются уже ошибочными, немодальными убеждениями, а не вот этими самыми принципами. Вот. И четвертый вывод, который Пикок делает из своего похода в решении проблемы интеграции состоит в том, что вот это вот понятие имплицитного знания или имплицитной концепции, оно играет очень важную роль, в общем, это и так заметно в его книжке, да, он очень часто обращается к этому понятию. Ну, и Пикок тут какого-то особого вывода не формулирует, он просто говорит о том, что это понятие недостаточно исследовано, он это признает, ну, и у него есть определенная надежда на то, что изучение этого понятия позволит успешно решить проблемы интеграции в других областях философии. Вот. Собственно говоря, самый последний вывод, к которому приходит Пикок состоит в том, что вот эта самая проблема интеграции, помимо того, что она в принципе является достаточно важной философской проблемой, она еще и позволяет по-новому, да, плодотворно взглянуть на метафизику, эпистемологию и отношения между ними. То есть это проблема, которая стимулирует нас уточнять какие-то уже имеющиеся подходы в рамках метафизики, эпистемологии и вырабатывать новые подходы для того, чтобы как-то они друг с другом взаимодействовали. Вот. На этом, собственно, книжка и Пикока заканчивается. А теперь мы перейдем к тому, с чего эта книжка в некотором смысле начинается. Да, в самом начале Пикок, в первой главе, он говорит, что вот эта проблема интеграции, как он ее формулирует, она представляет собой обобщение проблемы, которая была поставлена в начале 70-х годов философией математики Полом Бенцерафом. Вот. Эта проблема, она также, в общем-то, представляет собой скорее какую-то загадку, которую требуется решить, некоторую трудность, затруднение, ну, то есть челлендж, а не проблема вот в каком-то ином смысле. Вот. И у Бенцерафа эта проблема, она касается соотношения понятий математической истины и математического знания. Излагается она вот в статье «Математическая истина», которая опубликована в 73-м году в философском журнале. Вот. На слайде есть выходные данные, если кому-то вдруг захочется, можете потом к ней обратиться. Вот. Ну, в этой статье, в самом начале Пикок говорит о том, что эта статья будет представлена на симпозиуме «Математическая истина», то есть публикация появилась до того, как эта статья была представлена на симпозиуме. Это был симпозиум, который был организован Американской философской ассоциацией, восточным отделением и совместно с ассоциацией символической логики. Он должен был пройти 27 декабря 1973 года. Ну, вот, как я сказал, значит, статья вышла раньше, до самого этого симпозиума. И Бенцераф в статье также отмечает, что планируется, что эту статью будут комментировать Асвальдо Шотебриан и Солк Рибке. Ну, вот, я не смотрел специально по поводу того, участвовал Солк Рибке в обсуждении или нет, то есть давал ли он комментарий, ну, поскольку он предполагался, скорее всего, он прокомментировал эту статью. Ну, вот, относительно Шотебриана я могу точно сказать, что он давал комментарий на статью Бенцерафа. Мне встречались обсуждения комментария Шотебриана и, в частности, в одной из последних статей Майкла Резника, по-моему, 2019 года, Майкл Резник описывает вот это вот обсуждение статьи Бенцерафа и там же говорит о комментарии Шотебриана. В частности, в этой статье Резник рассказывает о том, как сложилась его концепция математического структурализма и как она развивалась в дальнейшем, ну, то есть, вот, на протяжении, получается, практически 50 лет, вот, если от 1973 года считать и 2019. Вот. И там он как раз говорит о том, что комментарий, который был представлен Шотебрианом, он очень сильно повлиял на Резника. Резник сам присутствовал на обсуждении этой статьи. Собственно говоря, Шотебриан так в качестве гипотезы высказал точку зрения о том, что реалистская позиция в философии математики может быть спасена, если мы обратимся вот к некой процедуре абстрагирования, подобно тому, как мы в естественных науках абстрагируемся от конкретных вещей, там, да, каких-то наблюдений, не знаю, экспериментов и так далее, да, и формулируем какие-то абстрактные уже модели. Вот. Это предложил Шотебриан в качестве гипотезы. И вот Резник в этой статье 2019 года, он пишет, что вот я, когда это услышал, прям загорелся эта идея, и вот с тех пор, собственно говоря, Резник развивает свой математический структурализм, в котором понятие абстракции является одним из ключевых, да, и, собственно говоря, поэтому у Резника математический структурализм развивается скорее как эпистемологическая позиция, а не как метафизическая. Вот. Но вообще сама эта статья «Математическая истина» очень долго писалась, очень долго дорабатывалась, и вот там же в примечании Бенцераф замечает, что первый вариант этой статьи был написан в 1967-68 учебном году. То есть вот, грубо говоря, пять лет прошло до того, как эта статья была опубликована и, в общем, представлена на этом симпозиуме. То есть вот Бенцераф достаточно большое количество времени посвятил работе над этой статьей, над этой статьей. Собственно говоря, начинается статья с того, что Бенцераф замечает. Вот есть у нас объяснение «Математической истины». И для того, чтобы объяснить «Математическую истину», ну, как бы вот необходимость объяснения «Математической истины», она определяется двумя мотивациями, по меньшей мере двумя мотивациями. Ну, вот те две, о которых Бенцераф говорит, они, собственно, нас интересуют в первую очередь. Может, там есть еще какие-то дополнительные. Первая мотивация состоит в том, чтобы построить гомогенную семантическую теорию, такую однообразную семантическую теорию для всего языка целиком. То есть дать объяснение семантики языка математики подобно тому, как мы объясняем семантику для других языков или для других частей языка. Это первая мотивация. И вторая мотивация – это объединить понятие «Математической истины» с подходящей и обоснованной эпистемологией. Но, говорит Бенцераф, вот почти все объяснения «Математической истины», так или иначе, ну, которые присутствуют в философии математики и вообще когда-либо были высказаны, они отвечают на один из этих запросов, отвечают на одну из этих мотиваций в ущерб другой. То есть либо мы имеем гомогенную семантическую теорию, хорошо объясняем язык математики, но тогда у нас эпистемология проваливается, либо мы имеем, наоборот, хорошее объяснение эпистемологии, но тогда у нас нет гомогенной семантической теории. Вот так вот. Ну, и Бенцераф говорит о том, что его интересует, конечно же, такая всеохватная теория, всеохватное философское объяснение, которое будет в себя включать и понятия истины, и референции, и значения, и знания, и они будут одновременно как-то работать, взаимодействовать друг с другом, и мы будем применять эти понятия ко всем, то есть мы будем объяснять применение этих понятий ко всем пропозициям, ко всем высказываниям или предложениям, каким мы можем их применить. Вот. То есть Бенцераф там даже делает, получается, заход и дальше за пределы философии математики, то есть он говорит о том, что его интересует такая всеобъемлющая философская концепция, то есть уже в начале этой статьи он, в общем-то, примерно, ну, как бы подходит к тому, к чему приходит, о чем говорит Пикок в начале своей книжки, да, потому что проблема интеграции, она везде в философии имеет место, и везде она должна быть решена. Вот. Ну, значит, как эта проблема интеграции ставится? Вот Бенцераф говорит, ну, давайте посмотрим два предложения. Первое у нас будет предложение. Имеется по меньшей мере три больших города старее, чем Нью-Йорк. Второе. Имеется по меньшей мере три совершенных числа больших, чем 17. И вот у нас возникает вопрос, одинаковая ли у них логическая форма, да, и каковы условия истинности этих предложений. Да, ну, предполагается, что логическая форма, она будет отражать условия истинности. В первом случае понятно, как это все должно анализироваться, да, то есть стандартный анализ, там, через, допустим, как у Фредди, для предложений, содержащих числительные, мы используем квантеросуществование, и предикат равенства, для того, чтобы сказать, что там есть три каких-то объекта, ну, может быть, их больше, там можно еще дополнительно добавить. Вот. И мы говорим о том, что вот эти вот объекты, они являются большими городами, и они основаны раньше, чем Нью-Йорк. Вот. А как же нам анализировать, соответственно, второе предложение? То есть грамматическая форма, поверхностная грамматика вроде как нам подсказывает, что анализ должен проходить точно таким же способом. Однако, говорит Бенцераф, на этот вопрос в философии математики отвечали очень по-разному, и ответы во многом не совпадают. Ну, конечно же, есть такая стандартная позиция платонизма, которая утверждает, что да, у них одинаковая логическая форма, да, действительно числительные являются именами для абстрактных объектов, да, и мы используем такую стандартную семантику, ну, семантику в духе Альфреда Тарского. Вот. Но, тем не менее, есть и альтернативные ответы на этот вопрос. Например, Бенцераф говорит о своем варианте ответа, он говорит, что нет, у них разная логическая форма, потому что числительные именами не являются с точки зрения Бенцерафа, они никакие сущности не именуют. Гильберт бы тоже сказал, что у них разная логическая форма, потому что квантеры работают в этих утверждениях по-разному. Кроме того, Гильберт вообще достаточно критично относился к утверждениям с квантерами, да, утверждения с квантерами в рамках гильбертовского фенитизма представляют собой некоторые идеальные элементы. и в силу программы фенитизма от них нужно избавиться. И Гильберт предлагал то, что называется эпсилон-исчисление, в котором никаких квантеров вообще говоря нет. И вот Гильберт полагал, что именно эпсилон-исчисление, оно позволяет правильно схватывать логическую форму математических утверждений. Здесь также можно упомянуть и комбинаторный подход. Комбинаторный – это термин бенцерафа, который не прижился, но вот он в этой статье его использует. Комбинаторный имеется в виду формализма, тоже гильбертовского. Формализм и фенитизм – это разные позиции. Ну вот если от фенитизма отойти и только один формализм от Гильберта оставил, то вот получится что-то вроде комбинаторного подхода. Или может быть еще интуиционизм здесь. Ну по крайней мере точно определенные виды конструктивизма. Может быть не сам интуиционизм, но конструктивизм-то точно здесь в общем-то подходит. То есть это позиция, согласно которой истинность будет определяться доказуемостью, то есть она будет определяться синтаксически, чисто синтаксически. То есть понятие истинное – это синтаксическое понятие, а не семантическое, как при стандартной семантике. Соответственно, логические формы у предложений 1 и 2 тоже будут разными. Вот, но Бенцарав говорит о том, что есть определенные условия для адекватного решения вот этой вот проблемы, проблемы связи между математической истиной и математическим знанием. Эти условия следующие. Во-первых, нам требуется некоторая общая концепция связи истины и знания. Во-вторых, из всякого объяснения математической истины должны следовать, из адекватного объяснения математической истины должны выводиться условия истинности любого математического высказывания. То есть это должна быть общая теория истины для математики. И из нее мы выводим отдельно истинность, то, как определяется истинность для каждого отдельно взятого предложения. Ну и математическая истина из вот этой вот общей теории истины должна происходить, она должна происходить из общей теории языка, она должна представлять собой семантическую концепцию. Второй вид условий касается знания. Второй вид условий утверждает, что мы уже обладаем определенным математическим знанием. Например, мы знаем, что 2 плюс 2 равно 4, это как бы несомненно и глупо это отбрасывать. Глупо начинать все сначала, подобно Декартеллу, сначала сомневаться, а потом что-то пытаться выстраивать, исходя из несомненного. Мы в качестве рабочей гипотезы берем, что мы уже обладаем математическим знанием. Это некоторая естественная установка наша. И это математическое знание представляет собой знание истины. То есть, то, что мы знаем, что 2 плюс 2 равно 4, означает, что 2 плюс 2 равно 4, это некоторая математическая истина. И эту математическую истину должно быть возможно знать. То есть, мы должны как-то знать это. Нам нужно объяснить, откуда мы вообще знаем, что 2 плюс 2 равно 4. Знание должно определяться как особый вид отношения между условиями истинности и состоянием убеждения агента. Вот если мы говорим, что агент знает, что 2 плюс 2 равно 4, то мы должны объяснить это знание как отношение между убеждением агента и тем, что делает это убеждение истины. И при этом знание должно объясняться с учетом человеческих способностей. Поскольку мы, как люди, обладаем знанием того, что 2 плюс 2 равно 4, мы должны объяснить это с человеческой точки зрения. То есть, всяческие объяснения в духе какого-то божественного знания и всеведения и так далее, это все, в общем, не работает. Это какая-то неадекватная эпистемология и философия математики ей не местно. Вот так вот. Есть, говорит Бенцераф, вот эта вот стандартная позиция, платонизм, стандартная точка зрения. Значит, она заключается в том, что у математических предложений та же самая логическая форма, что и у эмпирических предложений. То есть, она гарантирует, что логические отношения инвариантны предмету обсуждения. Без разницы, о чем мы строим наши рассуждения, логические отношения всегда одни и те же. Будем мы рассуждать о столах, стульях, планетах или еще чем-нибудь подобном. Или, например, о числах, функциях, там, не знаю, и так далее. Логические отношения одни и те же. Никакой разницы в логических отношениях нет. Но, говорит Бенцераф, стандартная точка зрения, стандартный вот этот платонизм, он не согласуется с адекватной эпистемологией. Откуда мы вообще можем знать, как там устроена жизнь абстрактных объектов? Да, вот есть абстрактный объект двойка, есть еще один абстрактный объект двойка, есть какая-то операция сложения, которая на этих абстрактных объектах задана. И, значит, когда она применяется к этим вот объектам, получается еще один абстрактный объект четверка. Вот мы никак не можем взаимодействовать с этими объектами, они где-то там в третьем мире существуют или в мире платоновских идей. Ну и, соответственно, знать мы не можем, что там происходит. И Бенцераф здесь делает даже ссылку на Платона, что вот Платону, конечно же, пришлось концепцию знания как припоминания использовать, Ну, потому что по-другому никак было не объяснить, откуда мы вообще знаем что-нибудь. Вот так вот. Вторая альтернативная точка зрения – это каузальная теория знания. Но здесь сразу же необходимо сказать о том, что каузальная теория знания, конечно, как в дальнейшем обсуждение вот этой проблемы Бенцерафа показало, не является необходимой. То есть, если я правильно помню, в 1989 году Хартрефилд в своей книжке переформулировал эту аргументацию Бенцерафа, используя релайабилизм и вопросы надежности убеждений математиков и нашего доверия к математикам как к экспертам, доверия в плане того, гарантирует ли это нам какие-то математические истины или нет. То есть от каузальной теории знания, в принципе, можно отказаться, заменив ее релайабилизмом. И, в общем, аргументация будет приблизительно та же самая. Ну, поскольку мы именно на Бенцерафе сконцентрированы, то мы останемся в компании с каузальной теорией знания. Каузальная теория знания была Алвином Голденом предложена, как один из вариантов решения проблем эпистемологии, связанных с критикой стандартного определения знания. И, собственно говоря, она предполагает, что знание должно... Ну, стандартное определение знания как истинного и обоснованного убеждения должно дополняться еще требованием некоторого каузального отношения между убеждением агента и факторами, которые делают это убеждение истинными. Вот. Такая теория знания будет прекрасно согласовываться с каузальной теорией референции в духе вот Крипте, да, например. И она же объясняет нам, почему некоторым агентам мы отказываем в знании чего бы то ни было. Ну, вот эти вот... Вспомним контрпримеры Гития, статья его 1963 года, там два контрпримера против определения знания как истинного и обоснованного убеждения. И вот с точки зрения... Если мы останавливаемся на этом традиционном определении знания, если знание определяется как истинное и обоснованное убеждение, то мы должны сказать, что там Джонс, например, знает, что кто-то там... Браун находится в Барселоне, да, что-то в этом роде. Вот. Но... А, находится в Барселоне или у Смита есть Форд, по-моему. Ну, я не помню точно, какие там имена фигурируют в этих контрпримерах. Это, на самом деле, не так важно. Вот. Ну, и у нас получается так, что с точки зрения традиционного подхода этот агент должен обладать знанием, но интуитивно мы говорим, что он знания вовсе не обладает. И, собственно говоря, каузальная теория, она позволяет нам объяснить, почему мы отказываем этому агенту в знании. Мы говорим о том, что агент не знает чего-то, потому что он не находится в каузальных отношениях. Ну, то есть его убеждение не находится в каузальных отношениях с факторами истинности. Там, в частности, убеждение агента не находится в каузальном отношении с условиями истинности дизюнкции, в которой один из дизюнктов, это Браун, находится в Барселоне. То есть агент там делает вывод о том, что эта дизюнкция верна, потому что он только что видел человека за рулем Форда, который предложил его подвезти, но и случайно выбрал, что Браун находится в Барселоне в качестве второго дизюнкта. То есть он неправильно условия истинности определил для этого убеждения. И то же самое во втором контрпримере, там, где работу получает человек, у которого в кармане есть 10 центов или 10 монет каких-то. То есть агент не находится в каузальном… Убеждение агента не участвует в каузальном отношении с тем, что у этого агента самого в кармане есть эти самые 10 монет. Поэтому мы говорим о том, что агент не знает, кто получит работу, и он не знает, что Браун находится в Барселоне. Но, говорит Бенцераф, когда мы берем вот эту вот каузальную теорию знания, которую он говорит, что с его точки зрения это адекватное объяснение знания, то есть она прекрасно объясняет знания, которым мы обладаем, там особенно знания в рамках эфирических наук. Если мы его объединяем вот со стандартной точкой зрения, то есть с платонизмом, то получается так, что математическое знание вообще невозможно. Мы никак не взаимодействуем с экстрактными объектами, которые предполагаются платонизмом. И, соответственно, узнать то, что 2 плюс 2 равно 4, мы не можем. Но как же так? Мы же знаем, что 2 плюс 2 равно 4. То есть вот такая вот проблема. Выбирая платонизм, мы отказываемся от эпистемологии. Выбирая адекватную эпистемологию, в частности, каузальную теорию знания или релабилизм, мы, соответственно, вынуждены отказаться от платонизма. Дальше Бенцераф обсуждает различные примеры того, как вот эта вот математическая истина определялась. Там он говорит о Гёделе, Гёдель придерживался платонизма, ну и он был вынужден признать, что есть некоторая сверхъестественная математическая интуиция. То есть там цитата Гёделя приводится, в которой Гёдель говорит о том, что он верит в наличие у людей особой способности воспринимать математические объекты подобно тому, как мы воспринимаем физические вещи. Ну это какая-то странная, конечно, точка зрения, да, вот такой минус платонизма или какого-нибудь реализма в духе, ну то есть онтологического реализма. Вот, дальше комбинаторный подход. Ну Гильберта Бенцераф подробно обсуждает в начале своей статьи, и потом он просто упоминает некоторый комбинаторный подход, и он говорит о том, что вот мы можем, конечно, говорить о том, что истинными являются теоремы, то есть у нас знание получается из доказательств, да, мы строим доказательства, и то, что мы в доказательстве в итоге на самом последнем шаге имеем, то у нас и получается теорема, и вот эту теорему мы знаем, она истинна, но здесь говорит Бенцераф есть проблема, связанная с тем, что мы не можем объяснить тогда нормальное знание аксиом. Откуда мы вообще аксиомы-то можем знать, да, почему аксиомы истины? Ну, с теоремой понятно, потому что мы доказательства построили, а аксиомы тогда почему истины? Вот, на этот вопрос комбинаторный подход адекватно ответить, к сожалению, не может. Плотонизм бы мог ответить на этот вопрос, он бы сказал, что аксиомы, они отражают нечто, что существует на самом деле. Вот эти абстрактные объекты, которые описываются аксиомами, они действительно находятся в таких отношениях. Теорема истина тоже тогда получается, потому что она описывает то, что абстрактные объекты находятся именно в таких отношениях, как она утверждает. Ну, тогда, говорит Бенцераф, у платонизма есть другая проблема, проблема объяснить, почему доказательства вообще гарантируют сохранение истинности. Ну, еще один вариант решения проблемы, связанной с математической истиной, это конвенционализм. И Бенцераф, конечно, тут говорит о том, что вот эта позиция уже очень сильно раскритиковано, и, в общем-то, после критики Клайна тут уже добавить особо нечего, но, тем не менее, Бенцераф хочет еще заострить внимание на некоторых моментах. Он говорит о том, что, ну, допустим, истина у нас определяется какими-то конвенциями, какими-то соглашениями. То есть мы встретились с нашим сообществом и договорились считать какие-то аксиомы истинами. Вот. Ну, тогда у нас и получится, что понятие истины, оно будет сводиться к этому соглашению, к этой конвенции, а не к референции или выполнимости, как в стандартном подходе, как в семантике Тарского у нас получается. Хотя, говорит Бенцераф, тут, конечно, условия конвенции Т Тарского, они вполне себе выполняются. То есть вот из этого определения истины, да, истины по соглашению, будет следовать определение истины и для всех частных математических утверждений. То есть мы, скажем, договорились о каких-то аксиомах, арифметике, например, и тогда нас спрашивают, а почему, например, 2 плюс 2 равно 4? Мы говорим, ну, потому что договорились, вот и все. Как бы тут конвенционализм других ответов не предполагает. Вот, но, конечно же, стипуляция, да, вот эта вот договоренность, она не обеспечивает истинности в классическом смысле. И вот это вот объяснение того, почему 2 плюс 2 равно 4, потому что мы договорились, оно демонстрирует, что, в общем-то, понятие истины не связывается с тем, о чем идет вообще речь. То есть, да, понятие истины не связывает предложение и то, о чем эти предложения предполагаются, говорят. Ну, вот и Бенн-Цераф, в общем, ставит такую проблему, которая в дальнейшем была названа дилемма Бенн-Церафа. Да, дилемма, то есть мы либо одну точку зрения выбираем, либо вторую, согласовать их, к сожалению, очень сложно друг с другом. Но в своей статье Бенн-Цераф никакого конкретного решения не предлагает. Он просто говорит о том, что есть такая неудовлетворительная ситуация, и вот ее демонстрирует. Вот, на этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я попробую на них ответить. Если у вас есть соображения, давайте обсудим, что там Пикок в итоге до нас донес, и так ли это похоже на Бенн-Церафа, так Пикоку кажется. Вот по поводу трех вариантов, предложенных Пикоком, значит, пересмотреть метафизику, пересмотреть эпистемологию и пересмотреть отношения между ними. Что в итоге с философией математики? Как там развивается проблема интеграции? Какие подходы, какие варианты выбирают, и что из этого выходит из них? Ну, какого-то одного варианта, естественно, нет. Да, и разные авторы, разные варианты решения проблемы Бенн-Церафа предлагают. В частности, Резник развивает скорее эпистемологическую точку зрения, вот как я упомянул. Знание математических объектов, как неких абстракций, предполагает, что самих по себе математических объектов нет, но есть некоторые структуры, и вот эти структуры, мы можем знать эти структуры с помощью абстрагирования. Ну, либо мы можем говорить, например, о том, что никаких математических объектов вовсе нет, подобно какому-нибудь филду, например, или подобно Хелману говорить о том, что математический объект, конечно, есть, но только не в актуальном мире, где-то в других возможностях мирах они. А чем это помогает решать проблему интеграции в том и в другом случае? Ну, в случае филда у нас проблемы интеграции решаются достаточно просто. У нас никакого математического знания, в принципе, быть не может, поскольку объектов-то нет. Знать мы, соответственно, ничего не можем. Никакого математического знания нет. Все применение математики – это некоторое, с его точки зрения, ну, скажем так, костыль, который помогает нам быстрее от одних утверждений к другим переходить, когда мы исследуем природу. Ну, то есть, в сущности, это вариант сведения математики, опять же, к каким-то языковым конвенциям, но только которые, ну, они касаются не какой-то гипотетической, отдельной математической области, а в сущности других областей знания, там, физического рекорда еще. Но при этом это просто конвенция, которая помогает по-другому использовать язык. Ну, это скорее больше похоже на фенитизм Гильберта, да, и вот есть какие-то идеальные элементы, есть конечные, фенитные элементы. Вот конечные, фенитные мы непосредственно можем знать, а идеальные элементы мы непосредственно знать не можем, там, понятие бесконечности, допустим, непосредственно его знать не можем. Но мы его используем для того, чтобы от одних фенитных утверждений перейти к другим финипным утверждением. И если эти переходы гарантировать непротиворечивость, то тогда мы можем мириться с идеальными элементами. Если непротиворечивость при этом не гарантируется, то тогда мы должны от этих идеальных элементов избавиться. У Филда это просто более радикально выглядит. Он говорит, что это можно перефразировать. Условно говоря, никаких финипных элементов вообще нет. То есть мы должны переформулировать наши физические теории, используя не метрические подходы, а какие-то синтетические. Это один из радикальных способов решения проблемы интеграции. Если брать Пикака, в самое начало он говорил о том, что есть принципиально семь вариантов решения. Первые три не радикальные, а остальные четыре радикальные вплоть до полного скептицизма относительно предметной области. И вот у Филда это как раз полный скептицизм. Лев, правильно ли я понял, что есть какое-то соответствие релайбилизма и комбинаторного подхода в смысле Бенцерафа? В чем это соответствие заключается, если оно есть? Ну, тут прямого соответствия нет, но я говорил о том, что вот Бенцераф настаивает на том, что адекватной эпистемологической теорией является каузальная теория знания. Ну, в дальнейшем вот этот аргумент Бенцерафа, эта дилемма Бенцерафа была переформулирована, и от каузальной теории отказались, заменили ее на релайбилизм, и, в общем-то, выводы те же самые получились. То есть, как это сказать-то, комбинаторный подход мы можем объяснить с точки зрения каузальной теории, почему некоторое утверждение истина, потому что оно выведено из аксиома, вот доказательство построено. Доказательство представляет собой некоторый набор символов. Мы написали этот набор символов на бумаге, и вот мы можем в причинно-следственных отношениях с ним находиться. И когда мы писали, мы находились в причинно-следственных отношениях с ним. Нам не очень нравится каузальная теория знания, и сам Голдман в конце концов от нее отказался, и как раз-таки Голдман и придумал релайбилизм в дальнейшем. Ну, мы можем то же самое объяснить и с точки зрения релайбилизма, в понятиях надежности, понимаемой как некоторая неопределенная вероятность. Тогда здесь возникает вопрос. Не получают ли релайбилизм те же проблемы, те же проблемы касательно аксиома, например? Касательно аксиом. Вероятно, получает, да. Ну, мне кажется, здесь ситуация немного смягчается. Хотя вот, допустим, при комбинаторном подходе мы, конечно, не можем сказать, откуда мы знаем аксиомы. Они ведь не выведены ниоткуда. Мы почему-то считаем, что именно такие аксиомы и верны. Но, вероятно, на это сторонник комбинаторного подхода мог бы ответить, что поскольку никаких математических объектов, в смысле платоновских объектов, каких-то абстрактных объектов нету, то мы можем выдумывать разные наборы аксиом. Любые абсолютно. Главное, чтобы не противоречивые они были. Если мы, конечно, классической логики поддерживаемся. И просто какая из них на практике будет приложима, ну, ту и мы будем использовать. То есть, как бы, нет никакой истинной, с большой буквы, системы аксиомов. Есть системы аксиом, которые работают, и поэтому мы их используем. Да, но ведь любая научная дисциплина, она строится на некоторой системе аксиомов. То есть, релейбилизм не применим ни к какой научной дисциплине. Ну, я думаю, что релейбилизм мог бы, ну, сторонник релейбилизма мог бы сказать, что почему, например, та или иная система аксиомов в любой науке применяется, потому что она гарантирует больше надежности приложений. Ну, то есть, все равно нам нужно как-то хотя бы неявным образом понимать, что такое есть в мире, что делает эту систему аксиом более надежной, чем та. разве это не составляет проблемы той же самой? Какой той же самой? Ну, что вот, да, мы говорим, что мы знаем о том, что эта система аксиом, ну, в кавычках, истинна, просто потому что мы ее выбрали. Но все равно мы можем спросить, ну, то есть, и мы ее выбрали, потому что она более применима практически. Но мы можем спросить, а почему она более применима практически? Что делает ее более надежной на практике, чем другая? Ну, на это, конечно, трилобизм вряд ли ответит. Ну, то есть, все равно на месте антологии объяснение провисает здесь? Ну, да, конечно. Метафизика, то есть, мы решаем эпистемологическую проблему в ущерб антологической, в ущерб метафизике. А вот, если так, сделать далекий заход и попытаться понять, так скажем, ну, не совсем, не совсем так понять математику, как это делал Кант, потому что он это делал достаточно наивным образом, но использовать, как бы, сам подход. То есть, сказать, что вот да, мы можем знать математику, и математика, ну, там, наши теоремы математические являются гарантированно истинными по той простой причине, что основания математики находятся в нас самих. тогда это дает ли нам какой-то, ну, какой-то прогресс в решении проблемы интеграции, или это опять уводит нас в какую-то, в какую-то из крайностей, оставляя, ну, оставляя непроработки с другой стороны? Ну, мне кажется, это отодвигает проблему, в том смысле, что, ну, тогда закономерно спросите, откуда мы знаем, что у нас, то есть, почему мы так уверены, что у нас математика должна быть одна и та же, ну, какой-нибудь кантианец скажет, ну, потому что там трансцендентальный субъект, еще какая-нибудь фигня вот такая вылезет, ну, вот, в общем, проблема просто сдвинулась. Мы же математику применяем не к математической предметной области, когда мы говорим о практическом применении математики, мы применяем математику, ее теоремы, аксиомы к каким-то другим предметным областям, например, к предметной области физики, и смотрим на то, успешна ли та математика, которую мы применяем, в совершенно другой предметной области. Это совсем другая проблема. Это не проблема метафизики или антологии самой по себе математики, это проблема приложимости математики к другим предметным областям. Разве нет? Ну, и это тоже, да, но есть и проблема относительно принципа математических объектов. Далеко не все математические теории имеют или какие-либо приложения. По крайней мере, в данный момент времени. В любом случае, теоретическими объектами в математике являются числа. Если мы говорим, что с помощью чисел мы можем что-то сказать о мире, то мы должны объяснить, почему мы в этом так уверены. Вика, я прошу прощения за то, что я не удала тебе говорить. А у меня что-то вылетело из головы, что я хотела сказать, я не могу вспомнить. Вот у нас как-то же уже выходил разговор на эту тему, и Илья тогда был, он как раз спрашивал о том, что вот как же так, значит, в платонистской математике, которую применяют повсеместно, и которая очень хороша на практике, в ней вот есть вот эта вот огромная проблема интеграции, а в интуиционистской математике, которая вроде бы такой огромной проблемой интеграции не имеет, доказуемо не все. Поэтому, в общем, может иметь значение, какую именно математику человек применяет для решения какой-то там, допустим, инженерной задачи, а мы об этом даже и не знаем, не задумываемся. Вот и получается, что все-таки, если быть таким последовательным, так скажем, в поиске философского основания для своих действий, то получается, что все-таки на настоящий момент, ну не знаю, какие-то жизненно важные вещи было бы более правильно, так скажем, считать с помощью интуиционистской математики или как? Или я неправильно понимаю? Я могу предположение высказать. Возможно, классическая математика, она является изначально кривой и выпиленной под человека. Возможно, мы одинаково решим, что классической математикой, что интуиционистской, любой вопрос. Но человеку нужны кривые инструменты для того, чтобы справиться с достаточно сложными задачами. Может быть так. Но это же очень опасно. Что, если мы, сами не понимая кривизны своих инструментов, что-нибудь такое с их помощью соорудим, из-за чего, ну не знаю, какой-нибудь глобальный коллапс мироздания случится. То есть, это действительно важно, не только обладать каким-то непротиворечивым, ну непротиворечивой математической теорией, но и быть уверенным в том, что она действительно истинна, а не просто непротиворечива. или, скажем так, мы же даже не знаем, мы не можем с уверенностью сказать, что наша математика непротиворечива. Мы просто до сих пор этого не выявили. И если у нас нет не только доказательства того, что она непротиворечива, но и никакого представления о том, что делает ее истиной, получается, что она просто висит в воздухе. А на ней построена вся наша культура. Как же так? Вся наука там и вообще все. Ну, может быть, об истинности надо говорить в более локальном смысле. То есть истинность теории это уже нечто подозрительное. Если мы говорим об истинности пропозиции, то это что-то понятное. И в кривых теориях типа классической математики могут вполне быть ну истинные пропозиции, которые успешно работают. Ну, не знаю. Ведь в конце концов любая пропозиция она истинна не просто так, а по отношению к какой-то модели. и если у нас есть модель, то у нас уже тем самым как бы есть какая-то теория, потому что мы выделяем какой-то набор объектов, мы выделяем какой-то набор свойств, мы говорим, что мы можем отличить, когда такой-то объект обладает таким-то свойством, когда не обладает. у нас есть какая-то логика в конце концов. Ну, и получается, что даже если мы не приводим в явном виде всю теорию, все равно говоря об истинности пропозиции, мы тем самым говорим об истинности. Вероятно, здесь вопрос разложима ли теория на модели до конца. Ну, наверное, кривые наши теории классические, они неразложимы на модели. Я вот еще хочу поговорить про содержание книжки Пикока непосредственно. Получается, что в общем, поскольку мы все как-то с наибольшим вниманием рассматривали разные главы и в каждой главе проблема интеграции решалась по-своему, то хорошо бы, короче говоря, понять, в каком из случаев он ее решил наиболее успешно и чему это решение обязано. разве можно говорить об большей или меньшей успешности решения? Ну, то есть, по крайней мере, в данном случае, мне кажется, Пикок в качестве одного из подразумеваемых, может быть, выводов имеют в виду, что в зависимости от того, какой предметной области мы рассуждаем, разные способы решения проблемы интеграции возможны и допустимы, точнее, или, может быть, успешны даже. Ну, да, я не имею в виду, что должно быть одно решение для всех случаев, но у нас же есть какие-то критерии, по которым мы говорим, что проблема интеграции имеет место. Это значит, что у нас и те же самые критерии могут применяться по отношению к тому, то или иное решение ее, оно является вообще решением или нет. Вот я как на примере той главы, которую я рассматривала по поводу значит, по поводу знания о себе и знания субъекта как такового, я могу сказать, что решение Пикока, в общем-то, оно даже не то, что оно успешно или неуспешно, оно просто неполно. То есть, он как-то покритиковал других, сказал, что вот, по-моему, надо вот так вот, значит, решать, но он ее не дорешал. А что с другими главами? Ну, тут тоже, может быть, зависит именно от предмета обсуждения, что в главе о свободе он также в конце говорит, что вообще говоря, эта проблема очень сложная и решить ее как бы нельзя. Мы всегда вынуждены будем как-то на грани между нашими интуициями, между феноменологией свободы и между нашими теоретическими построениями находиться. Может быть, есть другие предметы, может быть, в других предметах областях и ситуация не такова, конечно, но во всяком случае относительно свободы она очень ярко выражается. Однозначного решения здесь нет. Мы можем как бы приближаться к нему. Ну, хорошо. Тогда, может быть, поставить вопрос так, что вообще что мы получили в результате того, что вот, ну, или что Пикок получил в результате того, что он рассмотрел ту или иную тему, да? Ну, видимо, С точки зрения проблемы интеграции. Да, видимо, основные выводы относительно той или иной конкретной темы заключаются в том, что мы по-новому можем посмотреть на метафизику и эпистемологию, да, их отношения касательно данного предмета обсуждения. Вот, ну, и, естественно, мы вот эти вот общие принципы, которые Пикок четыре, точнее, там три, на самом деле, их четвертый, это просто надежда на будущее. Вот эти вот о том, что объективность безэкзотической метафизики, тролизмы, которые влияют на метафизику, эпистемологию, и, значит, независимость знания агента, точнее, независимость объективного положения делать знания агента. Вот. Ну, мы это тоже можем обнаруживать в каждой отдельно взятой предметной области. области. Наверное, помимо основного вывода, который Пикок в самом конце делает, о том, что мы по-новому можем посмотреть на метафизику, эпистемологию и отношения между ними, пожалуй, мы ничего особо-то и не получаем. То есть, мы заново смотрим на метафизику, эпистемологию и отношения между ними в каждой отдельно взятой предметной области. И это позволяет нам как-то модифицировать те решения, которые уже имеют место здесь. Или, может быть, мы получаем возможность предложить какую-то свою, которая будет обладать какими-то несомненными преимуществами по сравнению с теми решениями, которые уже имеются, поскольку они не учитывают проблему интеграции. Честно говоря, от всего этого обсуждения в целом проблемы интеграции такое создается ощущение как бы беспокоящее, тревожащее, как будто мы все время вот как барон Мюнхайзен сами себя пытаемся из болота за косичку вытянуть. Потому что как бы когда мы подступаем со стороны эпистемологии, то мы как будто бы уже какую-то антологию подразумеваем и не говоря о том, что мы ее подразумеваем, мы начинаем строить свою эпистемологическую теорию и потом оказывается, что мы теорию-то построили, но почему она должна быть истинной, мы не можем сказать. С другой стороны, когда мы подходим с точки зрения антологии и начинаем как-то пытаться антологически решить какие-то антологические задачи, то опять же мы это делаем, имея какую-то эпистемологию в голове заранее и тоже о ней не говорим. и когда мы строим свою антологию, например, как тот же Кант, то у нас получается такая цельная красивая антология, а потом приходит пикок и говорит, ну, пардон, а вы вообще откуда все это знаете? мне кажется, что серьезным каким-то продвижением в решении проблемы интеграции была бы какая-то технология коммуникации между теми, кто начинает с антологией и теми, кто начинает с эпистемологией, хотя бы для начала так. Вот у меня такой вопрос возникает. Возникает ли проблема интеграции в области логики или для логики, или для каких-нибудь отдельных логических систем конкретных? хорошей вопрос я тоже хотела его задать. Просто если такая проблема возникает для логики, а мы используем логику в качестве инструмента построения антологии и эпистемологии, получается, что у нас проблема интеграции это врожденная проблема для всего нашего инструмента. мы не можем от нее избавиться, потому что мы отсаживаем ее во все наши системы, заносим ее с нашего инструмента. мне кажется, что применительно к логике, ну я не знаю, по крайней мере у меня вообще нет ясности о том, что такое антология логики как таковая. Ну вот мы когда-то обсуждали соотношение логики и реализма несколько статей на эту тему читали и рассматривали. Ну то есть возможно реалистское отношение к логике, согласно которой логические законы они как-то реально реализуются так или иначе. Ну и тогда естественно возникает вопрос, откуда мы можем знать эти логические законы тогда. А поскольку они реализуются не в виде каких-то конкретных вещей, которые доступны нашему непосредственному чувственному восприятию, не в виде каких-то допустим априорных принципов или еще чего-нибудь в этом роде. А вот они прям в мире реализованы. Если они реализованы в мире, то тогда откуда мы знаем истинно логики. Здесь возможен другой подход. Можно сказать, что истинно логики на самом деле они зависят от того, какую мы базовую формальную систему зададим. Допустим, хотим классическую логику построить, значит, такие-то и такие-то свойства будем приписывать, назовем их логическими. хотим какую-то другую логику не классическую построить, линейную или интуиционистскую или квантовую или еще какую-нибудь. Соответственно, мы другие принципы будем закладывать в основу. Но тогда возникнет вопрос, а соответствует ли это вообще чему-нибудь. Вот и получается, что либо мы в духе платонизма действуем, и тогда у нас эпистемологии для логики нет, либо мы действуем в духе комбинаторного подхода какого-нибудь или конвенционализма, но тогда у нас логика не соответствует ничему. Это некая чистая конструкция, которая никакого отражения в окружающем мире не предполагает. Тогда у нас она будет в высшей степени бессодержательной, может быть, чисто синтексической какая-то. Но ведь мы к логике вроде как относимся более серьезно, чем просто к чистому синтексису. А не поможет ли нам, если мы будем различать контекст разговора о логике как разделе математики, так скажем, не контекст разговора о логике как разделе философии. логике то есть я думаю, проблема интеграции возникает там, где у нас есть философский подход. То есть к математике можно подходить с точки зрения философии, то есть заниматься философией математики? Можно, значит, вот те проблемы интеграции. К логике можно подходить с точки зрения философии, то есть заниматься философией логики можно. Вот те проблемы интеграции. Везде, где приходит философия, везде она приносит проблему интеграции. То есть она не от логики происходит, потому что логика это инструмент, потому что мы философски подходим. Вот это мне так кажется. Ну хорошо, а что тогда такого философии есть, что возникает проблема интеграции везде, куда мы с философией подходим. Кто же знает-то? Когда философия подходит к философии, то она тоже приносит проблему интеграции. А вот это интересно, кстати говоря, да. Вот как бы выглядела проблема интеграции в каком-то таком метафилософском рассуждении? Не знаю, мне кажется, вот, ну, то есть здесь можно описать как бы такую вот ситуацию. Философ, он, скорее всего, пытается достичь какой-то предельной истины, каких-то предельных оснований. Вот встречается философ такой с инженером и говорит, что ты делаешь? Инженер говорит, вот я сейчас тут, короче, строю такую вот штуку, вот мне надо вот это измерить, вот сюда приколотить, вот это приварить, там еще что-нибудь сделать. А философу спрашивают, а вот ты сейчас измеряешь, это что такое? Он говорит, ну, длина, 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 на самом деле существует или нет? Это вот как бы философский способ задавать вопросы. Инженер, конечно же, вообще не думает об этом. У него есть инструмент, он просто применяет, вот и все. Вот у него есть линейка, и он использует линейку для измерения. Существует там длина или не существует, какая нафиг разница, вам что-то работает, вот есть инструмент, он работает, все. Тут как бы не надо задавать философский вопрос, для того, чтобы решать инженерные задачи. приходит философ и начинает какую-то фигню спрашивать о том, что там за этими величинами и измерениями стоит на самом деле. Вот сантиметр это что-то объективно существующее или нет? Да, что более фундаментальное, сантиметры или дюйма. Давайте попытаемся представить себе такого сумасшедшего инженера, который не имеет точного представления о том, что именно он конструирует, а просто соединяет каким-то образом различные узлы, детали, так, как они соединяются. Для такого инженера никакой проблемы интеграции, судя по всему, не должно быть, потому что он, во-первых, не знает, что у него получилось, а во-вторых, именно постольку, поскольку он не знает, что у него получилось, ему нельзя задать вопрос, откуда он это знает. И вот если и попытаться теперь расширить эту аналогию на всю науку, то не будет ли наука, обычная нормальная наука, в каком-то смысле такой вот сумасшедшей инженерии, когда люди просто приходят на склад разных деталек и начинают с ними играть, и такие, о, прикинь, я сделал штуку, которая может копать ямы, а другой, о, прикинь, а я сделал штуку, которая может там вот строить дома. и они не знают ни тот, ни другой, что они на самом деле сделали, они просто знают, что вот с помощью этой штуки иногда можно получить такие-то результаты. Ну, мне кажется, это очень правдоподобно. Вообще есть такое наивное, может быть, романтическое отношение к науке, что ученые, они там строят какие-то великие теории совершают суперкрутые открытия, переворачивают наше представление об окружающем мире. Но это ведь редко очень случается. Да, вот у меня есть приятель, которого я часто привожу в пример, когда вопросы философии науки обсуждаются со студентами, магистрантами и эсперантами. Он в Институте физики металлов работает. И вот значит, он как-то съездил в одну немецкую лабораторию, они там эксперименты разные ставили. Вот я его спросил, расскажи, что вы там делали-то? И он мне рассказывал, он мне говорит, а вот мы взяли вот такой-то сплав и, короче, начали его всякими штуками облучать, не знаю, стучать по нему всякое и прочее. Короче, нормальная научная деятельность по изучению свойств какого-то сплава. ну, это совсем не похоже на романтическое представление науки. Это вот именно, что есть какой-то предмет, они как бы взяли его, поиграли с ним, всякие инструменты приложили к нему, в итоге что-то у них там получилось, и они узнали, ага, вот можно, значит, по этому кусочку металла постучать, тогда порошочек выделится, этот порошочек можно записать в таблетку, а если люди будут эту таблетку пить, то тогда у них там, не знаю, кровеносное давление будет ниже. Вот. Чисто рецептурная какая-то штука. Можно, наверное, сказать, что в нормальной науке вопрос об истинности теории как-то не возникает. Для того, чтобы возник вопрос об истинности теории, у нас должно либо что-то произойти в самой науке, либо мы должны посмотреть на науку извне. Ну да, в нормальной науке как бы у нас текущие теории само собой принимаются как истинные. То есть, почему вот это вот сработало? Вот они взяли, там, поиграли с какой-то железячкой. Это сработало. Теперь они объясняют, почему это сработало. Ну, потому что вот есть теория, вот она говорит вот так вот, ну, все. А через 10 лет новая теория появилась, которая всем другое объяснение дает. И действия инженера очень напоминают действия вот этого так называемого нормального ученого. Невозможно говорить об истинности или ложности артефактов инженерных ни в каком смысле. Но инженер, занимаясь своими артефактами, которые не истинны, не ложны, как-то посматривает в сторону тех или иных теорий, не проблематизируя их истинность или ложность. Примерно вот. Ну да, то есть основание конкретной области знания нормального ученого в нормальном состоянии не интересует. и поэтому вопрос об истинности как бы не стоит. Но та деятельность, которую нормальный ученый делает, она все равно очень и очень ценна, потому что мы научаемся более эффективно жить в этом мире с помощью этого. Ну и вот в этом смысле как раз математика и логика представляют собой более интересные примеры, чем все остальные, потому что в рамках этих дисциплин, ну логика, я имею в виду, если включать туда и формальную семантику тоже, в рамках этих дисциплин непосредственно используется понятие истины. ну и это значит, что проблема интеграции может возникнуть как бы внутри, в крайней мере может быть сформулирована. Даже если она не интересует работающих математиков и даже логиков, у них есть как минимум инструменты, их собственные инструменты, не привнесенные откуда-то философом извне, а их собственные инструменты, которые позволяют поставить вопрос. Вопросы же тоже на пустом месте возникают. Вот инженер, он там стучит по железке или делает какие-то инструменты беспроблемно, не задаваясь вопросами об истинности или вопросами об основаниях своей предметной области или философских основаниях своей предметной области ровно до тех пор, пока он не сталкивается с какой-то настолько странной ситуацией, которую он вообще никак не может объяснить. С философией математики же такая же ситуация была, она никому не была интересна ровно до тех пор, пока не появились эти парадоксы теории множеств, которые никто не мог объяснить и никто не мог понять, почему они возникают. И вот тогда всех стал резко интересовать вопрос об основаниях данный предмет на области вопроса об истинности, все стали пытаться найти какие-то инструменты, какие-то новые теории, которые помогли бы объяснить эти странные невероятные объекты, возникающие в знакомой теории. Ну, не знаю, я не соглашусь с такой оценкой, потому что математика, скажем так, если называть уровень оснований, это такое именно основание, как бы низкий уровень математики, то математика в высоком смысле, она как прекрасно существовала, так она и продолжала существовать, и никакого кризиса никто не ощущал вообще. Никакого кризиса, о котором обычно говорят, что в середине 19 века или там под конец 19 века происходит кризис в основаниях математики. Да никакой математик вот среднего взгляда не почувствовал вообще ничего. Никакого кризиса не было. Это метафора. Тем не менее, это же одна и та же математика, и если математик, который занимается основаниями математики, и математик, который занимается проблемами более высокого уровня, встретятся, то они прекрасно поймут друг друга, они будут говорить на одном и том же языке, а не так, как инженер и философ, который пришел со стороны. Ну нет, нет, нет. Они будут говорить на одном и том же языке в смысле того, что вообще говоря, вот мы посмотрим мы на то, как строятся даже сейчас какие-то математические теории, и как они преподаются, например. преподаются и даются в учебниках, и как они в принципе выглядят. Они используют какую-нибудь наивную теорию множеств в большинстве случаев, предполагая, что если вдруг нас припрёт, то мы, конечно, аксиматическую тут возьмём. Ну то есть они в принципе говорят, что ну вот мы сейчас возьмём вот это вот, нам проще с этим работать. Если вдруг парадоксы будут вылезать, то тогда мы, конечно, перейдём на более гарантированный уровень работы. Возьмём ЗФ или там ЗФЦ. Но вообще нам это не надо, потому что неудобно нам работать ЗФ, ЗФЦ. Мы возьмём наивную теорию. Ну пусть там парадоксы. Ну и что? И в физике точно так же действует. Существуют разные учебники. Есть учебники, в которых не используется объяснение квантеров, не вводится никакая математическая логика для матанализа. А есть учебники, где дотошно прослеживаются все шаги и вводятся соответствующие инструменты. Очень много приблизительных конструкций даже для построения такой вроде бы важной теории, как математический анализ. да, вот ещё относительно логики и истины как инструмента внутри логики я бы хотел вот ещё что сказать. Ну да, есть такой вот стандартный подход, стандартный подход условия истинностной логики, но согласно которому получается, что значение выражения языка, да, их сейчас логически констант, оно определяется истинностными условиями, условиями истинности, то есть понятием истины. Вот, но есть и альтернатива этому. Это вот как бы условия истинностной подход, это такая стандартная семантика, это вот Тарский и всё такое прочее, это то есть вот в духе плутонизма. А альтернативная теоретика доказательная семантика, в ней уже значение логически констант доказательствами определяется. Это вот другой совершенно подход как бы с точки зрения в каком-то в какой-то степени эпистемологии и получается, что это противоположность плутонизма самой логики. Это ты имеешь в виду про дискуссию инференциализма и референциализма, если вот так в общем плане брать? Я имею в виду именно теоретико-доказательную семантику, как она строится каким-нибудь там Шрёдером Хайстером, например, вот, и с его точки зрения значение логических константов и вообще значение выражения определяются доказательствами, а не истиной. здесь можно, конечно, инференциализм сюда приплетать, да, но не знаю, как бы он сам относится к этому. Окей. Ну, то есть, это, как бы, построение логической теории скорее в духе Генсена, когда у нас есть нормализация, там, удаление сечений, всякое там, то есть, когда там исчисление секвенции, это как бы эталон, да, у нас есть отдельно структурные правила, отдельно правила там для удаления и, ну да, там все эти левые, правые правила и все в этом роде. то есть, семантика не семантика тарского получается. Ну и получается, что в таком построении, в таком варианте логика как бы не имеет никакой внятной антологии и в ней, в общем-то, и не нуждается. в каком-то смысле да, то есть, она становится таким, скорее, чисто синтоксическим, не знаю, инструмент оперирования символами, вот как-то так. Ну и вот, может быть, так и надо, может быть, так и здесь надо и просто выкинуть нафиг все эти антологические рассуждения за ненадобностью, да и все. Ну вот, мне кажется, что здесь могут возникать примерно те же самые трудности, что и относительно интуиционизма и конструктивизма против классической математики. То есть, во-первых, сам по себе инструмент в применении становится сложнее. Ну, классическую логику проще применять, чем интуиционистскую. Плюс у нас, вероятно, возникнут какие-то ограничения подобные тому, как вот мы с конструктивной точки зрения можем выйти за пределы какой-нибудь базовой математической теории, типа, арифметики, например. Ну, хорошо, арифметика у нас может быть конструктивной, а вот анализ, например. Без анализа у нас уже физика невозможна. Ну, есть, конечно, конструктивный анализ, Бишоп там что-то построил в 60-е годы, но это тоже штука очень сложная. То есть, заставить какого-то конкретно взятого физика применять это в своих вычислениях и вообще построении физических теорий, ну, я думаю, что это прям очень сложная задача. Ну, мы же уже говорили о том, что на каких-то уровнях теории, которые уже признаны не точными, не вполне пригодными, они, тем не менее, могут применяться как более простые и не дающие на этом уровне никаких неожиданных результатов. Ну, там, как вот ньютоновская физика может применяться на каком-то уровне для решения задач, хотя мы уже сейчас не можем воспринимать ее как единственную и ну, скажем, буквально буквально описывающую наше представление о мире физику. Точно так же и в других областях. Ну, и ладно, там, кто-то вот наивной теорией может используется, ему достаточно но мы-то знаем уже, как бы, что более мощной, более всеобъемящей теорией является там аксиоматическая ну и так далее. Но не более мощной и более всеобъемящей она просто парадоксия не содержит. Вроде как. Я имею в виду, что на каком-то локальном спектре задач наивная теория множеств вполне годится, но не для всего. Ну, да, конечно, она вполне годится, если мы в бесконечности особо не лезем и всякие странные множества себе не мыслим, она нормально работает. Мне кажется, самое главное, что мы конечные существа. И комбинаторика наша ограничена, и семантика наша ограничена. И мы должны наилучшим образом совместить то и другое. То есть наиболее эффективные результаты это когда максимум комбинаторики и максимум семантики. Но чем больше семантики, тем меньше на комбинаторику остается наших интеллектуальных ресурсов и наоборот. Чем больше на комбинаторику, тем меньше на семантику. Эпистемология это производная комбинаторики, антология это производная семантики. И мы стремимся выкроить в себе наиболее хорошее соотношение того и другого. А наиболее хорошее соотношение это понятие плавающее, компьютеры наши свое слово могут сказать поддержав комбинаторику, допустим, эпистемологию. Примерно так я вижу. Мне кажется, если еще немного останавливаться на том предложении, которое Аня высказала по поводу того, что есть теории, которые в определенной области работают, несмотря на то, что они недостаточно обширные или, может быть, потенциально противоречивые и так далее, главное не выходить за определенную область. Мне это чем-то напоминает как раз финитизм Гильберта. в смысле того, что у нас есть какие-то финитные средства, и мы с помощью финитных средств получаем какие-то базовые истины, но в конце концов мы вынуждены предполагать еще и какие-то идеальные элементы для того, чтобы от одних финитных истин перейти к другим финитным истинам. Но тогда возникает вот эта проблема, которую Гильберт ставит в своем списке изначально 10, а потом 23 задач доказательства непротиворечивости, потому что использование этих идеальных элементов допустимо только если оно не добавляет противоречия, но как известно с доказательством непротиворечивости возникли сложности, поэтому программа Гильберта в итоге была свернута, так или иначе. То есть не окажемся ли мы здесь примерно в той же самой ситуации? Да, мы говорим, что допустим наивная теория множеств вполне нормально, если мы не мыслим себе какие-то странные множества, не уходим в область бесконечного или там ньютоновская механика вполне достаточно, пока мы занимаемся вот такими приземленными задачами, а как только нам в космос надо полететь, но тут уже придется что-то более мощное использовать. Где как бы вот эта граница пролегает все-таки? Допустимости применения теории, которая заведомо уступает альтернативам, несмотря на свою эффективную работу. Что мы должны гарантировать? Непротиворечивость или что? С тех пор, пока мы не отказались от теории вообще, непротиворечивость должна наверное быть. Давайте приведем такую аналогию, что у нас вот есть набор каких-то вычислительных устройств разной степени сложности и в плане конструкции и в плане обращения с ними. Вот есть там какой-нибудь примитивный калькулятор, есть калькулятор посложнее, есть там компьютер, есть какой-нибудь вообще там квантовый компьютер. И мы знаем, может быть исходя из какого-то опыта, может быть исходя из исследования самой конструкции этих устройств или принципов из аналитического исследования принципов, на которых они построены, что ну да, значит примитивный калькулятор может выдавать ошибочные результаты в каких-то случаях. Ну то есть проще говоря он как система, как какое-то воплощение определенной математики он противоречит. Вот. Там калькулятор посложнее в этих случаях, значит ошибочные результаты не выдает, но он выдает или вообще не выдает результатов или выдает тоже ошибочных других. и там в общем и так далее. Ну и вот в каких случаях мы будем говорить, что ну ладно, здесь мы можем посчитать по-простому, а здесь вот как бы уже не можем, давайте воспользуемся более совершенным устройством. я думаю, что это сугубо прагматическая проблема в конечном счете. То есть если мы считаем яблоки, то ошибка в одно яблоко ничего особенного с нами не сделает. А вот если мы считаем устройство космического корабля, то наверное ошибка в одно яблоко, ну или там в одну какую-нибудь другую единицу это все-таки уже нехорошо. Поэтому давайте вот значит поточнее что-то. То есть это не задача в сущности относящаяся к философии и науке какой-то низкоуровневой составляющей этих теорий. Это задача просто ну к обществу что-ли. С какими рисками мы готовы смириться, а с такими нет. мне кажется что прагматические критерии выбора между теориями это тоже очень такой философский вопрос. Я знаете чего хотел спросить у меня по мотивам всех наших обсуждений возникло некоторое непонимание. Да проблема интеграции есть ну судя по всему она судя по всему довольно серьезная ее судя по всему практически невозможно решить и что с того то есть она допустим возникает для любых областей систем знания которые у нас существуют а какие есть конкретные плохие последствия для тех или иных систем знания от того что проблема интеграции не решается ну вот теорию мы уже сегодня обсуждали например да или возьмем там в случае например с прошлым историю то же самое ну вот историки математики например физики любые люди которые не решают теорию ой не решают проблему интеграции но при этом продолжают заниматься теоретическими построениями для которых в том числе проблема интеграции возникает вот они чего плохого это делают по большому счету то есть какие есть конкретные плохие последствия от нерешенной проблемы интеграции для тех или иных теорий то есть я понимаю какие есть плохие последствия от парадокса хотя как бы Лех тоже уже упоминал что допустим ну и плевать им на парадоксы а почему им не может быть плевать на проблему интеграции то есть кому вообще до нее есть какое дело причем проблема что она проблема может быть все ученые только этим и занимаются как бы получше совместить комбинаторику с не очень тяжелой семантикой и всячески пытаются это реализовать но они не думают что это проблема интеграции конечно это мы извне наблюдаем как они пытаются совмещать комбинаторику с семантикой и пытаемся это как-то представить в виде проблемы интеграции они этим просто маются маются на практике может так только мы бездельники до сих пор до практики так не добрались практической философии да конечно это хорошая идея но почему мы не добрались может быть мы и добрались вот если в конце концов моя идея о том что надо просто разделять области применения будет воспринято так скажем если нас то есть философов допустят к тому чтобы устанавливать эти границы вот тогда и будет практика правда может оказаться так что там тоже вылезет своя проблема интеграции ну потому что эти границы надо же тоже будет устанавливать на каком-то основании это значит что нам придется подразумевать какую-то антологию в этой практической сфере и какое-то знание и тут же мы спросим а соответствует ли одно другому или нет мне кажется не надо забывать о том что наука это не просто какое-то решение прикладной задачи это же еще и попытка ответить на вопрос о том как устроен мир так или иначе все ученые пытаются найти ответ на этот вопрос и наверное всем хотелось бы чтобы их научные теории описывали мир или объясняли как устроен мир хотя бы в каком-то приближении никому не будет интересна теория которая позволяет решать прикладные задачи но при этом ничего не описывает и ничего не объясняет зачем такие теории нужны то есть даже если такая теория есть ее хотелось бы мне кажется нормальному адекватному ученому дополнить теории объясняющие описывающие мир и чтобы у нас была какая-то гарантия которая действительно позволяет нам говорить о том что эта теория действительно описывает или объясняет мир в каком-то приближении теория множества чего там описывает и объясняет мир 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 логические отношения наверное нет нет мир логические она не описывает вот это предложенное Викой предложенный Викой взгляд это вот как раз романтическое отношение к науке дай там Бог чтобы только один процент ученых действительно хотели сформулировать какую-то свою теорию которая объясняет мир но я бы сказал что детям нужна антология а иначе дети не станут учеными мне тоже кажется что это один из идеалов науки выброси который науки просто не будет описывать действительность или объяснять ее это идеал наука прекрасно описывает действительность объясняет ее просто далеко не каждый ученый имеет возможность сформулировать свою теорию даже не каждый десятый не каждый сотый даже не каждый тысячный так я про это не говорила про то что каждый должен сформулировать свою теорию мне просто кажется что каждый ученый хотел бы чтобы те теории которые в науке вырабатываются были теориями описывающими или объясняющими вверх или если теория чтобы они были каждый ученый не только ну давайте не будем каждый но большинство большинство ученых не только хотят чтобы они описывали они даже свято верят в то что они описывают окружающими вот ну вот а соответственно возникновение проблемы интеграции разбивает их идеалистическую картину мира не знаю расстраивает ха-ха-ха если говорить о практической философии то мне кажется есть прямая связь проблемы интеграции и структуры научного учебника и можно перевести в эту плоскость и в учебнике как бы должна быть обозримая комбинаторика какая-то и в общем-то не слишком тяжелая семантика и они составляются подобным образом и в общем-то проблема интеграции это проблема хорошего научного учебника ну опять-таки к учебнику можно подходить как каким-то вегенштейнянским способом как какому-то значит просто практическому руководству которое ничего кроме практического успеха не предполагает по большому счету то есть вот там в учебнике то есть мы открываем учебник и видим что мы в нем видим мы в нем видим просто какое-то множество предложений дважды два четыре там если х пополам равняется одной второй то х равняется единице или что-нибудь такое вот и в дальнейшем значит после того как человек изучающий этот учебник он значит причем он заранее приходит с какой-то семантикой как будто бы туда вот и адекватность этой семантики проверяется исходя из того что там после восприятия определенного количества предложений значит он может генерировать предложения которые как будто бы говорят о том же самом опять же как это можно проверить ну это можно проверить тем кто прочитал этот учебник раньше и думает что понял и ну в общем дальше он значит начинает решать какие-то задачи в конце концов он начинает решать задачи которые выходят за рамки тех задач которые значит сформулированы в учебнике и тоже правильность его понимания правильность его решения она проверяется ничем иным как тем кто тоже прочитал этот учебник и думает что понял и ну в общем у них может быть какая угодно антология и какая угодно семантика и пока они вот на практике довольны друг другом так скажем никаких проблем нет ну да практичность учебника не всегда практична иногда практична допустим то же самое понимание многие вопросы можно решать не включая сознание но иногда вроде бы уместно включить сознание я с этим нисколько не спорю учебники могут быть разными в зависимости от задач которые ставит сообщество и тому подобного и вообще по хорошему то конечно трудно спорить с тем что люди не приходят в науку не интересуясь определенной предметной области а если они интересуются этой предметной областью как правило они хотят верить в то что они ну каким-то адекватным образом воспринимают структуру этой области ну то есть знают грубо говоря из чего она состоит из таких объектов или там структур и знают откуда они это знают но это задачи которые собственно говоря не выходят за рамки задачи науки как таковой это какие-то задачи ну то есть задачи науки как теории так скажем это задачи уже науки как социальной практики опять же это что-то потому что если человек не будет удовлетворен не будет получать ответы на те вопросы которые он сам себе ставит а не прочитал в учебнике он наверное просто не удержится в рамках да мне кажется тут можно еще провести такую параллель почему например в антинаучных областях можно ли говорить о возникновении проблемы интеграции в антинаучных областях или в околонаучных областях например возникает ли проблема интеграции в области астрологии возникает или нет можно ли вообще всерьез говорить о возникновении проблем интеграции в астрологии или в алхимии, или в каких-нибудь таких аналогичных квази-научных теориях. Вряд ли ведь. Ну, алхимию с астрологией, конечно, не стоит, наверное, смешивать в одну антинаучную, квази-научную или еще какую-то историю. Мне кажется, что астрология и подобные ей вещи, в общем-то, как раз строятся на том, что проблема интеграции принципиально не решается. Просто декларируются некоторые идеи и все. Ну, на основе каких-то алгоритмов. Наверное, так. То есть я как раз про плохие последствия, когда спрашивал, 20, наверное, назад, есть плохие последствия для научных теорий от того, что проблема интеграции не решается. И Дмитрий Владимирович ответил, что, в общем-то, ученые во многом этим и занимаются. Ну да, то есть, в общем-то, наука в каком-то смысле это и есть попытка решить проблему интеграции. Но только она не решается до конца. И насколько для науки плохо, условно говоря. Я думаю, что, опять же, если быть достаточно свободными и использовать радикальные средства, то никаких проблем от того, что проблема интеграции не решается, может и не быть. Ну, например, можно, опять же, там признать диалетеизм в качестве одного из постулата в своей теории. И тогда мы можем сказать, что «Ну да, у нас, значит, на основании нашей теории противоречивые какие-то выводы получились. Ну и что? Ну, значит, мир противоречив. Ну и что?» Так бывает. Или, например, мы можем сказать, что мир не противоречив, но просто, значит, человеческое познание, оно так устроено, что некоторые вещи мы познать не можем. Ну да, вот мы не можем, значит, допустим, ну вот, опять же, на манерканта, да, мы можем познать только, значит, видимость какую-то, а настоящую структуру мира мы до нее не доберемся. Ну и что? Ну, нам и так неплохо. Ну и опять же, как бы, наверняка такая наука, она будет привлекать какое-то количество последователей с достаточно гибким, так скажем, умом. Но наверняка не все, кто занимается наукой сейчас, они готовы будут пойти на такие радикальные шаги. Наверняка они бы хотели, чтобы проблема интеграции все-таки решалась как-то иначе, более привычным образом. Ну и, наверное, у меня тогда точечный вопрос, частный от того, что я уже задавал. Я знаю, что условные математики от проблем обидно царапа не сильно парятся. Им без разницы тоже, опять же. Ну, я имею в виду работающие математики, которые чего-то делают и просто, ну, в рамках математики, я имею в виду, и просто, опять же, работают над какими-то своими внутренними задачами. А вот, не знаю, может быть, Лев, ты слышал о каких-то случаях. То есть, проблему обидно царапа же по-разному предлагали решать. Случились ли какие-то математические результаты от того, что предлагали, ну, там, делали структуралистские, например, интерпретации математики или еще чего-то. То есть, ну, там, с интуиционизмом понятно, я имею в виду, вот, другие, кроме интуиционизма. Вообще, какие-то технические, нормальные, серьезные изменения, они происходили из-за отказа от платонистской интерпретации математики в целом, допустим. на которые непосредственно повлияла проблема Бенцерафа, я таких не слышал. Но, вот, интуиционизм ты уже упомянул. Можно, конечно, критику Брауэра классической математики сюда как-нибудь притянуть. не знаю, насколько это будет отражать действительность. Ну, вот, я тоже таких просто не слышал. Ну, там, не знаю, модальную теорию множат, которую делали, но это не то, чтобы изменяет что-то в математике принципиально. Вот у меня как бы и такой какой-то немножко грустный, депрессивный вывод напрашивается. А не случилось ли такого, что просто ученые себе жили, 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 делали, чего хотели, потом философы узнали, чего делают ученые, и, что называется, оставь философа в покое на 20 минут, и он испортит всем жизнь. И вот, что проблема интеграции, она как бы, ну, не то, чтобы она псевдопроблема, это точно проблема, но от нее ведь получается, что как будто бы никаких неплохих последствий, от ее решения никаких толком результатов нет. То есть, она ни на что вообще не влияет. Настолько она мета-проблема, что, в общем-то, и без разницы. Ни у кого такого ощущения тоже не возникло, потому что я на самом деле эту книжку, пока мы ее не начали всем кружком обсуждать, она мне очень нравилась. Мне казалось, что проблема интеграции это круто и все прочее. А сейчас у меня что-то как-то некоторая депрессия по этому поводу. Если вернуться к практической философии, мне кажется, в принципе, мы можем просчитать, какой из вариантов решения проблемы интеграции будет наиболее эффективен для той или иной области. В принципе, это решаемо. Но так кажется, что решаемо. Мы можем учитывать, допустим, возможности наших компьютеров, можем учитывать возможности человеческого мозга и как-то это контролировать и корректировать. То есть может, мне кажется, в идеале быть какая-то такая вот практическая философия, которая будет давать результаты за счет проблемы интеграции. Но до этого, наверное, очень далеко. Мне очень нравится ваша идея. Правда, мне кажется, что для того, чтобы просчитывать такие вещи, нам придется не только просчитывать какие-то теоретические последствия от того или иного решения проблемы интеграции, но еще и социальные последствия. Ну, например, вот если, скажем, окажется, мы получим какое-то эмпирическое подтверждение тому, что, скажем, 75% математиков просто не могут использовать интуиционистскую математику, в принципе, у них по-другому работают мозги. То, что это будет значить для нас? Если мы выбираем решение проблемы интеграции так, как это делается в интуиционизме, то что мы должны? Мы должны или уволить эти 75% математиков, или, например, ну, как-то в будущем позаботиться о том, чтобы у нас больше людей рождалось с такими мозгами, которые могут использовать интуиционизм, интуиционизм в математике нормально, или что мы должны сделать? Или мы должны, ну, например, интуиционистов, ну, или, скажем, людей, которые могут думать, как интуиционисты, ставить на более высокие должности, чтобы они руководили какими-то большими математическими задачами. Ну, короче, что-то из этого. Это по-любому должно повлиять на структуру науки именно как социальной практики. Мне кажется, способы поощрения и наказания могут быть разнообразными. Ну, допустим, если мы как-то вычислили, что такое-то и такое-то математическое поведение никак нас не приводит к истине. Допустим, это у нас метаправило, допустим, истинность нам нужна. Ну, мы можем как-то, ну, или выгонять, или ограничивать тех математиков, которые не приближают нас к истине. Ага, они потом революцию устроят. Скажут, нет, вы, значит, нас ущемляете, у нас тоже наука, и мы плевать хотели на ваши решения. Надеюсь, это к революции не приведет, это будет где-то в подворотнях. Ну, то есть, получается, что если этот вот фантастический сценарий, значит, попытаться провести аналогию между ним и развитием реальной науки, то может в какой-то момент оказаться, что математика расщепилась так же, как когда-то, значит, расщепилась одна наука на химию и алхимию, и алхимия ушла в подворотни. Так же может расщепиться математика в какой-то момент. Ну, могут быть более мягкие формы, что-то может заканчиваться само собой, что-то может возобладать само собой естественным каким-то образом, не обязательно через революционные преобразования. А Витгенштейн любил говорить, что для философа важно оставлять вещи такими, какими они и существовали. Может быть и Витгенштейн прав. А вот изучать Витгенштейна это история философии или нет? Ну, если изучением Витгенштейна занимаются историки философии, то это, наверное, будет историей философии. А если, допустим, изучением Витгенштейна занимается логика, это может повлиять на историю логики, но вряд ли это может повлиять на историю философии. Это я, наверное, излишне категоричен. Да, наверное, можно сделать вывод о том, что проблема интеграции действительно является важной и сложной, и очень интересной, но далекой от практики. Вот, если позволите, я хочу процитировать комментарий, который нам один из наших зрителей и слушателей в YouTube оставил, которому я хочу заодно передать привет, если он вдруг нас будет слушать. Значит, комментарий такой. А мне кажется, кто-то уже должен набраться храбрости и заняться, наконец-то, существованием зайчиков. Ждем, когда кто-нибудь, наконец, займется существованием зайчиков. Проблемой может быть только существование солнечных зайчиков. Ну, тут не уточнено, каких солнечных или каких-то других, может быть, звездных каких-нибудь зайчиков. Кто их знает. Вот, давайте, наверное, тогда заканчивать, а то мы уже тут долго пытаемся решить проблему интеграции, и что-то прогресса у нас не сильно много. Да, спасибо, Лев, за интересные, по сути дела, два целых доклада, которые взаимосвязаны между собой, и которые касаются проблемы интеграции. Ну, и всех за интересные обсуждения. Да, всем еще раз спасибо, и тогда встретимся в следующий раз. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.